Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года, и за 116 лет существования одной из самых престижных литературных наград ею достоились только шесть русскоязычных писателей и поэтов. Это Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский и белорусская писательница Светлана Алексеевич. Она получила премию в 2015 году. Светлане Алексеевич премию вручили за цикл книг «Голоса утопии» с формулировкой за многоголосое звучание ее прозы и за увековечивание страдания и мужества. Цикл «Голоса утопии» собран из пяти книг, которые состоят из художественно обработанных интервью, собранных Алексеевич по всей территории Советского Союза на протяжении нескольких десятков лет. Мне больше всего запомнились две книги – это «У войны не женское лицо» и «Время секонд-хенд», первое и последнее, потому что они как-то жутко цепляют своей человечностью и трагизмом. Книга «У войны не женское лицо» рассказывает о женщинах, которые участвовали в Великой Отечественной войне, о том, как даже на войне они хотели выглядеть красиво, шили себе платье из простыней и плача отрезали себе косы, чтобы спастись от вшей. В книге «Время секонд-хенд» один из собеседников, Светлан Алексеевич, рассказал о своем знакомом, который служил в НКВД. Сотрудник НКВД рассказывал, как получал приказы на расстрел людей, что испытывал во время этого и как у него уставал палец от нажимания на курок. И за это сотрудникам расстрелянных команд делали массаж указательного пальца. ЮТВ рекомендует вам прочитать книги Светлана Алексеевича, потому что это одновременно и документ, свидетельство ушедшей эпохи и вместе с тем эта исповедь. Эти книги, они все пропитаны духом вот этой вот страшной и одновременно какой-то прекрасной, непонятной эпохи, какого-то очень призрачного стремления в светлое будущее и вместе с тем с ужасами ГУЛАГа, концлагерей, вечного страха за то, что тебя вот-вот схватят. Никто, кроме как свидетели этого времени, не расскажут вам лучше об истории Советского Союза и о том, что же из себя представляла эта страна изнутри. Продолжение следует...